Привет интернет, с вами Илья и это новый топ игр на канале Игродень. Сегодня мы смотрим десяточку новинок на андроидс и как всегда в начале я показываю комментарии самых активных подписчиков. Это Ферлит, Мэн Пазл и Кирилл, респект вам пацаны. А мы начинаем наш топ и первая игрушка на сегодня это Drift Fantastic Sports Car. Очень даже годная гоночная игрушка для зеленых платформ. В этой игре вас ждет море дрифта, большой гараж авто, драйв и многое другое, что любят игроки подобного жанра. Также игрушка может показаться добротным геймплеем и вполне себе сносной графикой, что редко для игр с такими дрифтами. Игрушка совсем недавно появилась в гугл плей, лично мне она прям очень понравилась, поэтому и вам тоже рекомендую. А мы идем далее и теперь давайте посмотрим на приключения Фокси Лэнд. Перед нами отличная игра в ретро стиле, где мы играем за такого забавного лисенка. Наш герой хочет спасти свою любимую и он готов пройти все трудности. В игре мы будем проходить множество интересных уровней и при этом здесь придется принять не только ловкость управления, но и даже логику. Повсюду будут разные загадки, крутилки, которые активируют элементы и таким образом мы будем проходить локации. Тут мы перепрыгиваем с платформы на платформу, сражаемся со злыми врагами, открываем разные фишки и конечно же собираем вишню. Игрушка лично мне очень напомнила проект из той же Дэнди, поэтому играю теперь с удовольствием. В общем, поностальгировать прям самое то. Так, ну а теперь давайте еще посмотрим на что-то такое совсем хардкорное. Это игрушка Ninja Pounds. Перед нами атмосферная игра в стиле Азии, где мы помогаем главному герою пройти огромное количество уровней. Здесь мы будем прыгать, обходить препятствия, использовать бонусы и таким образом пытаемся просто не сломать себе пальцы при прохождении. Игрушка, честно говоря, настолько хардкорная, что аж прям берет иногда злость. Но при этом еще и появляется такой спортивный интерес, чтобы пройти здесь все и это на самом деле очень круто. Вообще игра, я думаю, отлично позволит поубивать время, поэтому если вы ездите на метро или просто часто стоите в очередях, то уверенно она вам зайдет. Также это просто отличный способ посоревноваться с друзьями, кто наконец-то сможет пройти тот или иной уровень. Здесь, кстати, скоро будет также добавлена таблица рейтингов, где вы можете проверить свои достижения по сравнению с другими игроками со всего мира, и это тоже большой плюс. Ну и теперь небольшой анонс. Мы совместно с разработчиками запустили небольшой конкурс по данной игрушке. И первые 10 человек, которые разблокируют здесь четвертую стадию, получат по 100 рублей на свой телефон. Также первый, кто пройдет всю игру, получает 500 рублей, поэтому стоит точно поучаствовать. Все условия, в общем, будут прописаны, поэтому переходите по ссылочке в описании и со всем там ознакомьтесь. Ну и также гоу пишем отзывы в этой игрушке в Google Play, потому что игра реально очень крутая, и давайте все-таки поддержим разработчиков. Lock Pable, сюрреалистичная головоломочка на андроиде, вы будете помогать роботу проходить те или иные уровни. Ваши главные задачи будут взаимодействовать с окружающей средой, перемещая кубики, тем самым направляя робота в нужное место. Мир этой игры будет постоянно меняться, что не даст вам скучать, и вы будете перемещаться в разных таких плоскостях. Управление в игре тоже очень даже простое, здесь вам необходимо нажимать на нужные блоки, и таким образом прокладывать свой путь. Игрушка тоже очень даже интересная. Don't Be Patchman. Еще один очень бодрый экшен с таким изметрическим видом с примесью квеста от отличных разработчиков. Играйте за фиолетового чувака, собирайте различные луты, изготавливайте ловушки, найдите выход наконец-то с этого уровня. Здесь нам необходимо быть максимально осторожным и избегать опасных врагов, и тогда точно все получится. Short Fused. Еще одна бодрая игрушка. Смысл этого проекта в том, чтобы собрать все кусочки пазла, пока время не закончилось. Вы играете за некую бомбочку, которая прям вот-вот взорвется. Ну и чтобы это не произошло, нам придется избегать последующих врагов, подбирать пазлы и всевозможные бонусы. В дальнейшем мы уже открываем новых, забавных, веселых персонажей, каждый из которых имеет свой необычный вид и свое оригинальное оформление. Freeze 2. Братья. Много лет назад наш герой из первой части был похищен злыми инопланетянами, а теперь он заперт в крошечной камере на далекой-далекой планете. Он и нашел свой путь назад. Теперь, в общем-то, его младший брат идет к звездам на своей ракете, собранной своими силами. В общем-то, мы должны найти своего потерянного брата и освободить его из лап этих пришельцев. Swish Ball. Баскетбольный проект на время с механикой пинбола. Здесь нам будет доступен мяч вместо шарика, такие вот лапки, которые будут также на месте, и такая станционарная или движущаяся корзина. Нам нужно вовремя тапать на левую или правую часть нашего экрана и таким образом побить здесь максимальный рекорд. Также стоит внимательно следить за всеми спортивными снарядами, которые на нас сваливаются с неба. Такой вот, казалось бы, простой визуальный геймплей на самом деле потребует просто максимальной ловкости и, конечно же, вашей расторопности. Поэтому попробуйте свои силы. Ну и последнее на сегодня, это небольшая новость, касаемая игрушки Shadowgun Legends. Игра получила первую волну бета-теста, в которой, к слову, я тоже принимаю участие. Игрушка представляет из себя отличный шутер от первого лица, где все действия происходят во вселенной Shadowgun. В игре вы будете играть за одного из многих охотников за головами, с возможностью развития своего персонажа и кастомизации декораций. В игре вы также сможете обеспечить себя оружием, броней, даже сможете скрафтить все, что вам угодно. В игре также присутствует система гильдий, совместных боев с другими игроками и многое другое. В общем, игрушка очень бодрая, поэтому, как только случится глобальный релиз, я тоже вам тут же дам знать. Ну и десятую игрушку нашего топа я хочу, чтобы вы сами написали в комментариях. Пишите, какие игрушки играли вы на этой неделе, а я все это дело почитаю и самые лучшие комментарии покажу в следующем видосике. Также само-свою подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте большие пальцы вверх, и тогда будет очень круто. Ну и до скорых встреч и пока!